МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наша культура». Каждую неделю мы рассказываем о самых значимых культурных событиях в жизни нашего края. Мы в Красноярском художественном музее имени Василия Ивановича Сурикова. Здесь открылась выставка, которая называется «Человек и его окрестности». В этих залах показан человек совершенно с другой стороны. Не бытовой человек, а в большом понимании нашем, со всеми его переживаниями, со всеми его уникальными моментами, со всей его глубиной духовной. Рассказывает собравшимся Марина Валентиновна Москалюк. Мы с Ириной Моисеевной Гершман начали готовить этот проект более двух лет назад. Тогда он казался абсолютно невыполнимым. А это красноярский художник Ирина Верпета. Серия работ называется «Экскурсия в Иерусалим». На этой стене представлены работы, сделанные в России в 80-е годы. Рассказывает о своих картинах израильский художник Михаил Ехелевич. И это период несколько иронического отношения к действительности. В то же время некого восторга перед цветом, многообразием и некого ужаса перед действительностью, в котором это многообразие существовало. А вот в этих работах переход в Израиль – это совсем другое ощущение, потому что мы поселились в пустыне. В пустыне, где человек ощущает себя совсем иначе. Человек ощущает свое одиночество, свое противостояние или, наоборот, гармонию с небом. Эти работы носят оттенок трагизма. И мотив единения людей через эту пустоту очень важен мне. Красноярский художник Елена Лихацкая ездила на пленэр в Израиль. Вся стена в ее работах. Это называется старинный город Яфа, Тель-Авив, Хайфа, ночная прогулка. В экспозиции 100 работ современных израильских и красноярских мастеров. Израиль представляют Михаил Ехелевич, Сергей Теряев, Михаил Моргенштейн. Красноярск – Елена Лихацкая, Ирина Верпета, Румяна Внукова и Анна Осипова. Художник из Красноярска Сергей Теряев уже 26 лет живет в Израиле. Переместившись на Ближний Восток, я прежде всего столкнулся с другим цветом, с другим тоном, с другим солнцем, небом, тенями. В общем, все было другое. Климат был другой, люди были другие. Поэтому пришлось, ну, не говорю, что с кровью выдирать из себя Сибирь. Дома облицованы белым камнем. И вот этот сверкающий белый цвет, он в перемешку с ярким солнцем и с контрастом синего неба поставил вопрос, или ты будешь заниматься, ну, для художника графикой, или ты будешь жить в выдуманном мире, потому что реальный пейзаж, скорее, это вот это, да, это зной. Обрели людей на картинах. А что потеряли, спрашиваю я художника. Ну, потерял родину. Потому что я могу сказать, родина у меня здесь, там у меня дом. Вот и все. Что вы для себя открыли в Красноярске сейчас, уточняю я. Смотришь на ребят и понимаешь, что для некоторых остановилось время, вздыхает художник. Нужно двигаться, уточняю я. Это движение, этот толчок дал Андрей Геннадьевич Поздеев. Он открыл другой стиль, что можно как бы двигать, можно ломать, можно нагибать, можно делать это и более ярче, обобщать. И вот с этим я уже с готовым приехал. То есть мне не приходило себя, честно, ломать я быстро принял. И израильское искусство, это, кстати, высшая похвала. Когда тебе говорят, что ты израильский художник, значит, ты переосмыслил и понял, что это разное, это два других мира. Многие так и остались в этой картонной коробочке, боясь тронуть что-то. Потому что все рассыпется. Эта выставка – большая моя жизненная удача, говорит Ирина Моисеевна Гершман. Будут другие горизонты, будут новые задачи, новые перспективы, потому что это не может уже остановиться. Не может. В галерее изящных искусств открылась выставка девногорских художников. Она называется «Возвращение домой». Обычно я где-то акварелью на натуре, где время позволяет, погода позволяет. Зарисовки карандашные в основном, маленький альбомчик и для себя. Определение общего тона, допустим, цвет, колорит какой. А потом в мастерской уже там где-то делаешь работу. Что объединяет девногорских художников? Ну, что объединяет? Любовь, наверное, вот к самому городу, к природе. Она не оставляет равнодушным никого. Здесь фундаментальный во всю стену той варианель, рядом Хамайка, напротив Шепелевич. Никольский, Кузаков, Горбачева, Степанов, Чубченко. Читаю я подписи под картинами. Лето подходит к концу, и многие возвращаются с отпусков, и художники возвращаются с пленеров, со своим даже, с определенным результатом, и которые сегодня здесь вы можете посмотреть. Например, Хамайка мы подобрали работ разных периодов, рассказывает куратор. И старые 60-х годов, и с его пленера на Диксоне в 2016 году. Мы рассматриваем только что вынутую из частного собрания работу Евгения Александровича Шепелевича, потрясающего девногорского графика. Здесь, на холсте, создан фрагмент богатырского пейзажа, реалистичный в своей исконной силе. Воплощенный, словно в металле, как лик Сибири. Те, видать, наработки, которые у него в графике, очень богатые, огромные были. И он вот эти приемы, вот как раз работа мастихином, вот здесь вот идет где-то черенком кисти, сухой кистью. Все это от того, что в окна дома стучат ветки сосен, как гости. Что от крыльца до тайги лишь дорогу перейти. Что город живет под присмотром величественных скал. Все, что творится на холстах местных художников, абсолютно упорядочено и гармонично. Потому что живописные холсты и листы графики – это зеркала, отражающие всегда одно. Всегда главное, непревзойденное, ослепительное величие природы. Место такое. По-другому никак. Дом здесь. В доме художника открылась выставка Романа Сорокина. Я зашла и сразу узнала его почерк. Слышу я за спиной женский голос. Чей почерк? Удивленно оборачиваюсь я на посетительницу выставки. Его, Романа Романовича Сорокина, объясняет она. А кем он вам приходится? Получается, двоюродный дедушка. А на холстах бушует восторженное лето, цветут луга в бескрайних полях, льет обреченно осень с неба, скрипят ставни на окнах от ветра и опыта. У нас в доме в Минусинске есть его картины. Они, конечно, 70-х годов. Цветы помню. У него такой широкий мазок. У нас там георгины, пионы, золотой шар, рассказывает Анастасия Табачных. Сибирский повествовательный реализм. Леса, деревни, работа называется «Небо хмурится», поля, портреты бабушка из Таёжного, крайняя изба. Читаю запись в книге отзывов. Роман Романович, вы самый лучший педагог и художник. Наверное, без вашего участия я бы не стала заниматься живописью. Спасибо вам. Роман Сорокин с 70-го по 95-й год преподавал живопись и рисунок в Красноярском Суриковском училище. Он не гонится за модой, а честно и просто пишет то, что ему нравится. Требуется ли от художника что-нибудь кроме этого, пишет о романе Сорокине искусствовед Наталья Тригалёва. Посмотрите внимательно. В каждом пейзаже глубина. Дорога в лесу, ранний вечер на Ое, пространство, пространство. Пространство. Среди множества персональных выставок самая памятная была на родине, в Ермаковском, в 87-м году. Зрители радовались почти по-детски, узнавая родные места и соседей односельчан. Гляди-ка, деда твоего на выставке показывают. Похож. Такие слова дороже любых рецензий. Вот эта наполненная воздухом, солнцем, цветом, живописная жизнь погружает зрителя в природу целиком. Он растворяется в ней. Вот свежая работа этого года, 2017-й. Читаем мы подпись под картиной. То есть здоров, радуется Настя, раз на пленеры ходит. А вот эти старые, 92-й год. По краскам видно, рассматриваемые картины. У него раньше был автограф в 80-х. РС, вспоминает Анастасия. А потом, видимо, Роман Сорокин стал писать. Так и подписывается до сих пор. Роман Сорокин. Хорошо, что я все это увидела. Очень хорошо. Мы в галерее «Год живописи». Здесь открылась масштабная выставка Андрея Исаенкова. Художник на ней представил 50 работ. При твоем минимализме ты еще и умышленно сдерживаешь мелодию цвета. Ты его буквально компрессируешь своей энергией и силой. Сдавливаешь, сдавливаешь. Тебе не одиноко там? Спрашиваю я художника. Я, например, уверен, что все люди одиноки. Потому что только внутри себя можно решить какие-то вопросы. С кем-то это сделать невозможно. Эта картина-клетка называется. Она такая про жизнь птицы, про жизнь человека. В данном случае тут сидит птица, а она в этом раю. А если даже выпустить, она просто там умрет. Картина называется «Мыслитель», объясняет художник. Здесь изображен человек. Он подпер голову рукой. А на руке татуировка в виде солнца. Смысл, думаю, понятен. Это не портрет какого-то определенного человека с этой татуировкой. Картины мои, как любого художника-эгоиста, это все портреты меня. Вот, посмотрите, моя любимая работа. Называется «Путешествие на Богучанскую ГЭС». Огонь низвергается прямо из плотины. Эти пейзажи, этот дым из трубы, эти ночные птицы. По большому счету, по этой картине видно, что художника что-то очень сильно гложет. Художник что-то сжимает в себе. Это пространство холста даже его ограничивает. Но мир ты тут хотя бы нарисовал. А вот вокруг клетки даже мира нет. Ну, пустое пространство – это не значит, что там ничего нет. Пустое пространство, оно в картине играет за главную роль. Вот это простор. Восхищаюсь я. А вот это называется «Путешествие белого слоненка» по улице Копылова. Я думаю, ты прекрасно сам все понимаешь. Мне, например, очень нравились вот эти деревянные дома, которые там стояли. Вообще пейзаж – довольно редкая для тебя вещь. Внутренний пейзаж – твоя тема. Ну, посмотри, у тебя тут дым в Вифлеемскую звезду превращается. У тебя холст часто является тем самым сложным миром, который ты изображаешь. Посмотри, сколько ты внимания уделяешь холсту. Потому что для меня, например, то, о чем мы говорили о так называемом пустом пространстве, является самым основным, самым важным и самым сложным в картине. Одна рыба, вторая рыба, считаю я. Можно воспринимать это как крест. Можно воспринимать это как Андрейский флаг. Или как Христа, понимаю я. Крест – очень интересный символ, размышляет художник. Поскольку визуальной привязки нет, то образы приходят, я их изображаю, но иногда даже не понимаю, что я делаю. Есть Т-образный крест. Т-образный крест в одной из, так скажем, системы – это символ неба. То есть Т-образный крест. Там просто линии, линии и все. Это вид на Вавилон через кухонную дверь, рассказывает Андрей. Не в смысле, что это тарелки какие-то там стоят, да, горой. А Вавилон – это, так скажем, символ, ну, может быть, символ общения, символ какой-то истины. Ты научился говорить, в каком стиле ты работаешь, обращаясь к художнику? Да, научился. Называется новый красноярский реализм. Поскольку я совершенно четко уверен, что все художники, в принципе, являются реалистами, любые. Просто они изображают, так скажем, разные миры. Вот, казалось бы, здесь все есть. Вот она чаша. Пейте до дна. Поэтому наполнять вот это пустое пространство какими-то другими предметами абсолютно не имеет смысла. Самое главное здесь вот это и вот это. Больше ничего не нужно, я считаю. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и музейных залах. До свидания.